Третья глава книги Пророк Сафонии 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 Что видно правду, но если посмотреть, а если не смотреть, так не видно Неведом стыд Стыд как некое нравственное чувство, которое позволяет разглядеть вот эту волю Божью Даже там, где она может быть, не очень понятно И дальше, слава Бога, я уничтожаю народы, разрушаю их башни, превращаю улицу в пустыню, по которой никто не ходит Опустошаю их города, никого нет, никто там не живет Причем здесь это ведь день Господня, о котором говорил Сафония в первых двух главах, еще только предстоит Но подобные дни Господни, наверное, происходят в частом порядке с разными народами и городами, когда они опустошены, погибли И можно задуматься о том, как и почему все это произошло И тут комментарий Говорил я, если бы вы боялись меня, если бы принимали мои упреки, не было бы разорено жилище ваше, не случилось бы все, что я вам назначил Вот, собственно, он предупреждает И роль пророка в том, чтобы передать это простое предупреждение, что Сафоний делает все просто, как дважды два живите По его законам, по его заветам И этого не будет Не будете жить, вот у вас перед глазами примеры того, как это происходит Но они спешат с раннего утра извращать все свои поступки Так что ждите меня, пророчество Господа, ждите, когда приду за добычей Вот он день Господень, Господь, который приходит за добычей, как хищный зверь Суд мой в том, чтобы собрать народы, соединить царство и излить на них мое негодование, весь пыл моего гнева Обычно мы разделяем народы, мы хорошие, они плохие Эти нам союзники, те враги Эти заслуживают, эти не заслуживают и так далее Но человечество едино И Библия, кстати, книга, которая наиболее полна, ясна и, пожалуй, прежде других это излагает Да, народы разные, у них разные судьбы, у них разные и религии, и там многие другие вещи Но внутри себя они имеют очень много общего, потому что человек примерно одинаков И поэтому вот этот самый суд, как с Афони, начиная с того, что вся вселенная будет уничтожена Этот суд касается человечества, хотя он протекает в разных формах по отношению к разным конкретным народам и каким-то вот их представителям Чтобы опалило всю землю пламя ревности моей, тогда верну народам язык чистый, чтобы имя Господне все они призывали, дабы плечом к плечу ему служили Вот эта общность наказания, общность разрушения не служит единству в прославлении Бога Тому, чтобы народы, которые все получат по заслугам, в конечном итоге объединились И дальше так очень цветисто об этом «Даже из-за дальних рек Куша, по-видимому, Эфиопии, поклонники моей дочери рассеянного моего народа понесут дары В тот день ты позорить себя не будешь всеми мятежными делами, которыми ты меня оскорблял», обращается он к своему народу «Я очищу тебя из среды твоей сгинет тот, кто величием твоим гордился, и впредь возноситься уже не будешь на горе моей святой» Смотрите, тот, кто возносился твоим величием, кто считал, что ты такой народ, прям прекрасный, замечательный Что, казалось бы, плохого? Но в том-то и дело, что это величие вместо Бога Что это величие, которое ставится на место Бога «Но оставлю у тебя народ смиренный и бедный, которому прибежище Господне имя Ни деньги, ни власть, ни политика, ни идеология, ни религия даже А именно имя Господне, то есть какая-то тесная, личная, непосредственная с ним связь И это прежде всего бедняки, как у Исаии, как у Михея Бедняки Господне – это те, кто действительно ничего не имеет и поэтому прибегает к Господу Блаженны нищие духом, потом с этого начнется проповедь Христа в Евангелии от Матфея И все время думаешь, ну какие же нищие блаженные, они же часто грязные, вонючие и очень злые часто бывают Но, видимо, вот этот комментарий на эти слова Евангелия, то есть те, для кого отсутствие всего остального Становится поводом и возможностью назвать своим главным богатством и единственным богатством имя Господне Вот эту свою связь, это знание того, кто он есть и как к нему обратиться И они же остаток Израиля, те, кто остаются после всего Остаток Израиля не будет поступать порочно, не станет говорить лживо Не будет у них в устах языка коварного, не будут пастись и отдыхать Но будут пастись и отдыхать в покое, и никто их не потревожит Все понятно Ликуй, дочь Сиона, название Иерусалима, торжествуй, Израиль, радуйся и веселись от всего сердца дочи Иерусалима Прекратил Господь твое наказание, удалил твоих врагов Ну вот здесь он как бы сразу предвидит вот это время, когда все нечестивое сгинет Царь Израиля, Господь теперь с тобою, не придется теперь тебе беды бояться Скажут тот день Иерусалиму, не бойся, Сион, не опускай руки Господь твой Бог теперь с тобою, Он могучий за Ним победа Веселясь, Он о тебе ликует, дарует покой Его любовь, торжествует и поет Он о тебе Ну, здесь все настолько ясно, что комментировать ничего не надо Вот это конечное торжество Прекращу у тебя печаль в дни праздниц, потому что сейчас, очевидно, и в праздничные дни много печали, горя, боли И в то время я займусь всеми, кто тебя притеснял То есть о наказании окрестных народов идет речь тоже Это одна из непременных тем у пророков Ветхого Завета Ну, не главное здесь, главное это исцеление, главное это перемена в самом народе Исцелю хромых и отверженных соберу, и будут их восхвалять и почитать по всей земле, где позорили их Видимо, эти остальные народы В то время я вас победу, в то время я вас соберу, и будут вас восхвалять и почитать среди всех народов земли Потому что на ваших глазах я восстановлю ваше благоденствие, говорит Господь Ну, вновь и вновь вот это собирание, оно имеет и вселенское измерение То есть все то, что происходит с Израилем, становится важным и для всей земли И может быть, собственно, роль Израиля как раз в том, чтобы народам всей земли преподать этот урок отношений с Богом И того, как это может выглядеть Мы прочитали книгу пророка Сафонии в моем собственном переводе И спасибо за ваше внимание Субтитры создавал DimaTorzok